С каждым годом всё больше кумертауских выпускников школ уезжает учиться в другие города. При этом на предприятиях ощущается нехватка инженерно-технических кадров. Решение этой проблемы остро стоит на повестке дня Координационного совета по профориентации молодёжи. На очередном заседании были подведены итоги проекта развития кадрового потенциала в городе Кумертау. Он был запущен в феврале текущего года. Программа предусматривает как модернизацию системы дополнительного образования, так и взаимодействие школ, профессиональных учебных заведений и предприятий. Нашей задачей общей остаётся координация работы по профориентации, подготовки персонала по приоритетным направлениям деятельности предприятий города и по взаимодействию учреждений образования и предприятий города. В этом году вузы и СУЗы родного города выбрали лишь 55 выпускников школ. В прошлом году их было 73. Такие данные были представлены Управлением образования. Сфера в этом году столкнулась и с проблемой нехватки учителей. У нас наблюдается нехватка педагогических кадров. Очень было сложно к началу этого учебного года найти математиков, физиков, учителей английского языка. Поэтому у нас на базе гимназии открылся в этом году ресурсный центр, который активно работает с БГПУ имени Акмулы. И по привлечению детей к педагогической профессии мы будем прорабатывать с ними этот вопрос. Много внимания в городе уделяется популяризации профессии технической направленности. Работа начата на уровне модернизации системы дополнительного образования, а именно реализации проекта «Технопарк» на базе Центра детского творчества. О первых итогах работы рассказал директор ЦДТ Алексей Докукин. По его словам, для полноценной работы требуется техническое оснащение. В свою очередь, профессиональные учебные заведения предлагают весь спектр образовательных услуг. Причем для кумертаусов предусмотрены льготы при поступлении. С получением специальности в местных вузах и СУЗах есть возможность трудоустроиться в родном городе, например, на предприятии КомАПП. На сегодняшний день предприятие занимается ремонтом и модернизацией авиационной техники, а также производством новых деталей. Объемы производства увеличиваются с 2016 по 2021 год в разы. Следовательно, предприятие будет нуждаться высокоскортизационных рабочих инженерных кадров. Большие перспективы у маслоэкстракционного завода. Причем специалисты требуют как в ближайшие дни, так и в связи с расширением производства на 2017 и 2018 годы. На необходимость через неделю уже начинается набор. Вновь построены в первую очередь элеваторы 20 единиц аппаратчиков обработки зерна. Также мы сейчас принимаем транспортный цех, который только что образовывается, 40 единиц водителя. С получением городом статуса территории, опережающего социально-экономического развития, в Кумертал планируется реализация различных инвестпроектов, в том числе компания «Магеллан». Она занимается пошивом одежды для спецслужб. Они уже конкретно дали нам свое техническое задание по подбору персонала по 8 профессиям. Швея, начальник цеха, технолог, раскройщик, механик, наладчик, электрик, кладовщик, каталер АТК. За период с 5 октября, за две недели, обратилось 127 человек. Из них долю швей, которые изъявили желание работать швеями, составило 53 человека, 40% порядка. Ну и самая большая популярность после швей пользуется специальность кладовщик. Заинтересованы в сотрудничестве также крупные предприятия по пошиву школьной формы, детской одежды. Инженерно-технические специальности будут востребованы для будущего завода по производству зерноуборочной техники. В завершение заседания заместитель главы администрации Наталья Лапшина дала поручение образовательным учреждениям предоставить данные по подготовке специалистов.